Друзья, привет! Добро пожаловать на мой канал! Вот всё-таки дождик у нас пошёл. Вчера говорили, что суббота и воскресенье будут дожди, но вот так оно и получилось. По-моему, погода как раз для того, чтобы пойти на кухню и что-нибудь испечь, как вы думаете. Я как раз вчера купила сливу. У меня была идея, то есть я не знала, что с ней делать. Ну и сейчас можно будет сделать тогда такую открытую галету вегетарианскую. Давайте пойдём и соберём всё, что нам нужно. И я покажу, расскажу, и тогда уже покажу готовую продукцию, что у нас получилось. Окей, пойдёмте на кухню. Итак, у меня есть сливы. Сливы обычно, ну, они не задерживаются очень долго, а я очень люблю сливы, и поэтому стараюсь их есть как можно больше. И даже иногда готовлю какие-то такие галеты, лёгкие пироги и замораживаю. У меня есть выбор муки. Значит, я обычно возьму обычную ржаную муку, вот тёмную, и есть мука кинуа. Все вы знаете, крупа кинуа, это очень полезно, и в последнее время её всё чаще употребляют в пищу. Те люди, у которых проблемы с пищеварением, вот видите, GF, это gluten-free, то есть те, кто на безглютеневой диете, они тоже могут, то есть для них это мука номер один. У меня есть клиенты, которые не могут есть ничего, поэтому я составляю комбинацию, смешиваю муку различную, и крахмалы, то есть хотя бы собрать для них что-то, что они могут есть для завтрака, например, хлеб или булочки какие-то, или маффины, или ещё что-то. Вообще это очень тяжело, gluten-free и веган, выпечка, она разваливается, и чтобы она держала форму, там нужно, конечно, знать все компоненты и пропорции. Это очень тонкая работа. У меня есть пара клиентов, gluten-free, я всегда особо тщательное внимание уделяю этому, потому что, ну, бедные люди, они просто не по воле своей, так как просто организм не принимает. Окей, за работу, друзья, как всегда, я буду показывать уже пошагово, что и как я делаю, ну и в конце мы увидим готовый продукт. Я часто использую для своей выпечки соевое молоко без сахара, оно хорошо держит выпечку, кстати, особенно безглютеновую, потому что она рассыпается из-за того, что в муке нет глютена, это клейкая вот эта вот масса, то выпечка рассыпается, soy milk очень помогает, но можно использовать любое, миндальное, кокосовое, совершенно любое молоко, орехо, кэшью, и так далее, и так далее. Я сегодня буду использовать кокосовый сахар, вот видите, он, кокосовый сахар содержит очень low glycemic коэффициент, то есть для людей, страдающих диабетом, ну или просто для тех, кто следит за фигурой, не хочет поправляться, ну и вообще для всех здоровых людей, я уже говорила, что соблюдать диету не обязательно тогда, когда человек уже болен, достаточно просто придерживаться определенных каких-то полезных продуктов, верно? Вот так выглядит кокосовый сахар. Кокосовый сахар из-за своего цвета может немножечко изменить цвет вашей выпечки, имейте в виду, что если вы хотите белоснежный крас, то кокосовый сахар вам придаст, окрасит его в более темный коричневый цвет, и потому мы сейчас добавим немножечко другого сахара, кейншуга или тростниковый сахар. Вот слева это кейншуга или тростниковый сахар. Видите, они даже отличаются немножечко по цвету, и он крупнее. Этот сахар хорошо идет, когда вам нужно создать карамельный эффект сверху на ваших тортиках, пирогах и так далее. Хорошо идет как раз к фруктовым пирогам. Так, добавляем соевое молоко, примерно одна третья чашки. Если будет недостаточно, можно будет добавить отдельно, добавить. И примерно одну четвертую чашки оливкового масла. И также экстракт ванильный и экстракт миндаля. Я очень люблю эту составляющую, эту комбинацию, и обязательно всегда добавляю немножечко в тесто. Ну вот, тесто готово. Я делаю сегодня только одну галету, это приблизительно на две порции. И сейчас мы быстренько приготовим сливу и поставим все в духовку. Я совсем забыла про миндаль, потому что мы посыплем нашу галету немножечко подсушенным миндалем. Вот буквально 3-4 минуты на низкой температуре. Так, наша слива готова. Я сейчас положу сюда одну чайную ложку корнстарч. Корнстарч, это крахмал. И немного сахара. И все. Экстракт миндаля и ванилу я уже добавила. Итак, слива готова. Миндаль готов. Я буквально держала в духовке 4 минуты. И мы его будем использовать только после того, как галета будет готова. Если поставить духовку вместе, то орех сгорит очень быстро, и у вас получатся угольки. И только после того, как вытащили из духовки, тогда можно посыпать миндалем. Моя любимая чугунная сковорода готова. Я использовала рисовое масло. Здесь немножечко, потому что все-таки довольно высокая температура. Оливковое здесь. Но можно использовать, но ни к чему, потому что она начнет гореть, и это будет очень невыгодно. Кладем тесто и быстро превращаем его в такой плоский блин. С помощью рук или ложкой. Это уже зависит от вас. Вот так у нас получилось. Тесто эластичное. Все-таки за счет соевого молока. Я люблю работать с соевым молоком. Именно вот таких вот простых деревенских галетах, каких-то для пирогов. Краст, корж, коржи. Ну вот начинка положена. Не старайтесь все делать, чтобы перфект. Идеального ничего не бывает. Главное в этой галете вкус. Вкус, я уверена, что вам понравится. Ну, а если не очень ровно отрезаны кусочки фрукта, то это не страшно. Сливы. Сливы не так-то просто нарезать ровными кусочками. Вы-то все видите, получился такой деревенский стиль. И она очень аккуратно выглядит. И когда мы вытащим из духовки, мы посыплем уже поджаренным миндалем и немножечко сахарной пудрой. Ну, если не хотите, можно и не посыпать. Тогда можно сэкономить на калориях. Примерно 30-35 минут, в зависимости от вашей духовки. И уже минут через 5-7 пойдет совершенно потрясающий запах. Еще минуты 2-3. И будет готово. Пахнет потрясающе. Наша галета готова. И получилось просто идеально. Лучше сразу посыпать миндалем. Тогда он как бы, ну, немножечко приклеится. А потом дадим остыть и посыплем немножечко сахарной пудрой. Это на выбор. Можно посыпать, можно нет. Но я просто делаю иногда, ну, просто так немножечко, чтобы было красиво. А так здесь, ну, для меня достаточно сахара. А вообще сахара мало. Я не делаю очень сладкую выпечку. Ну что, время пить чай. Кстати, друзья, особенно дамы, я вот прочитала книжку Шерон Стоун «Красота второй жизни». Обязательно, обязательно купите. Она не такая дорогая на Амазоне. Я очень люблю эту актрису. Она, конечно, для меня в каком-то роде, ну, вдохновение, может быть, inspiration, да. Обязательно почитайте. Удивительная совершенно судьба, которая совершенно случилась неожиданно. И то, как она заболела и практически чуть не умерла. Как ее жизнь возродилась заново. Обязательно найдите и почитайте. Очень советую. Ну что, давайте немножечко сыпанем сахарной пудрой. И просто так припудрим для красоты. Окей, достаточно. Надо бы дать немножечко остыть, но у меня, честно говоря, нет. Терпения нет. Чай готов. Итак, друзья, время прощаться. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот так выглядит мой канал. Я не знаю, куда меня приведет, что будет дальше, как это сложится. Я открыла свой канал два месяца назад. Совершенно неожиданно. И в заголовке написано, что я люблю путешествовать, готовить. Ну, я вообще люблю жизнь позитивную, людей, которые меня окружают вокруг, от которых можно что-то выучить позитивное, научиться чему-то и делать добро. Будьте здоровы. Спасибо, что посмотрели. Всего самого-самого доброго из Калифорнии. Продолжение следует...